Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. В прошлом новостном выпуске я спросила вас, нужен ли формат новостей. Вы написали, друзья, огромное количество теплых, добрых комментариев, я вам за это очень благодарна. Но я поставила такой вот как бы уровень минимум, да, 10 тысяч лайков под тем новостным выпуском. И я сказала, что если мы их наберем, то формат новостей ежедневных мы вернем. Но, к сожалению, не набрали, у нас там меньше 8 тысяч лайков, поэтому пока ежедневно новости я делать не буду, но, пожалуй, дам вам второй шанс. Хотите новости каждый день? Ставьте лайк, наберем 10 тысяч лайков и вернем ежедневный новостной формат. Но, так или иначе, у меня накопилось много интересных тем, поэтому давайте-ка мы их с вами обсудим. Друзья, начнем с занимательной статистики. По данным опроса Суперджоп, 43% российских мужчин готовы уйти в декрет вместо своих женщин. Практически половина. 34% сказали, что никогда и ни за что в декрет не пойдут. То есть готовых пойти в декрет больше. Это очень удивительная статистика, причем с каждым годом таких мужчин становится все больше. Я на самом деле очень хорошо отношусь к тому, чтобы мужчины могли чередоваться с женщиной в плане ухода за детьми, особенно когда много детей, почему нет. Таким образом женщина получает шанс на карьеру. Но на самом деле кажется, что все-таки за этой готовностью мужчин к самопожертвованию стоит кое-что другое. Дело в том, что все-таки часто бывает так, что зарплата у мужчины выше, и соответственно, когда мужчина официально уходит в декрет, то и выплат он получает больше. И одновременно с этим многие мужчины просто переходят на оплату в черную, ну а собственно за ребенком все так же уходит женщина. Вот такая вот схема. А скорее всего те 34%, которые не готовы, просто об этой схеме не знают, ну или собственно работа не позволяет ее использовать. Я, конечно же, ни к чему не призываю, вы понимаете прекрасно, но просто констатирую те тенденции, которые в обществе уже наметились. Теперь хочу немножечко с вами поговорить про финансовую независимость, потому что тут вышло очень интересное исследование от Сберстрахования жизни. Они вообще периодически выпускают какие-то интересные ресерчи. И тут, значит, мы выяснили, сколько денег нужно россиянам для счастья, то есть для финансовой независимости. Итак, в среднем это 4,3 миллиона рублей накоплений. Это опрос с января 2023 года, в крупных российских городах он проводился и участие приняли 11 тысяч человек, то есть довольно большая выборка и очень интересная разбивка по городам. Значит, в Санкт-Петербурге, как ни странно, хотят больше всего сбережений для достижения финансовой свободы. Это 8,7 миллиона рублей нужно людям для того, чтобы стать, ну, рантье, да, грубо говоря, финансово независимым. В Москве это 7,4 миллиона рублей, потом идет Ярославль 5,3 миллиона, а потом Ижевск и Казань чуть больше миллиона рублей. При этом очень интересно еще то, что для 44% людей, которые участвовали в голосовании, то есть тоже это близко к половине, непременное условие материального благополучия это накопление. Для 39% важно иметь недвижимость, для 18% важно иметь свой собственный бизнес и только для 4% людей это инвестиции в акции и облигации. Но справедливости ради, кстати, в 2021 году намного больше людей, там больше 10% говорили, что портфель, инвестиционный портфель является для них непременным условием для финансовой независимости, но 2022 год внес свои коррективы, и я это прекрасно понимаю. Ну и в целом вот по результатам опроса аналитики сформировали такой вот портрет финансово независимого человека. Как он выглядит? Это человек, который полностью обеспечивает себя материально, это человек, который живет в своем собственном жилье, имеет стабильный заработок, который покрывает все потребности, получает пассивный доход от вкладов или инвестиций, помогает родным и шестой пункт путешествует. И при этом, вот что удивительно, материально свободными себя считают 58% людей, которые живут в крупных городах. И, кстати, мужчины себя материально свободными называют чаще. 70% мужчин, которые приняли участие в опросе, сказали, что они материально свободны, и только 45% женщин. Можно ли сформировать вот те самые желанные по стране 4,3 миллиона рублей накоплений с нуля? Да, да, вполне можно. Инвестиционный калькулятор вам в помощь. Есть такой сервис Калькус, вот я просто им пользуюсь. Кто-то, может быть, знает другие сервисы, тоже напишите в комментариях. Заходите и вбиваете всю информацию о себе. Там стартовые накопления, которые у вас есть, сколько вы готовы каждый месяц до вкладывать, какая это будет средняя доходность. Ну и, соответственно, прикидывайте, сколько лет вам нужно для достижения финансовой независимости. И я очень рекомендую такими расчетами себя занимать периодически, потому что они позволяют нам немножечко больше понять о том, ну, собственно, что мы делаем в нашей жизни не так, и почему у нас все-таки не получается сформировать тот самый капитал. Тем временем, еще одно довольно любопытное исследование от Инфом по заказу ЦБ. Оно сообщает нам, что каждый третий россиянин предпочитает хранить деньги под матрасом. 38% опрошенных сказали, что оптимальный способ сбережения для них – это размещение денег на банковском счете, почти 40%. Это, кстати, меня тоже немножечко удивило. То есть мы видим, что в целом уровень доверия к банковской системе все еще достаточно высок, несмотря на то, что происходило в 2022 году, несмотря на все слухи, которые курсируют постоянно. Тем не менее, мы видим, что это довольно большая доля опрошенных. 14% сказали, что они выбирают комбинированную форму для хранения накоплений. То есть это частично вклад, частично наличные, в том числе банковская ячейка. Ну, вот, в общем, такая вот любопытная статистика. Где вы предпочитаете хранить деньги? Адрес писать не нужно, но просто расскажите, пожалуйста, в комментариях. Теперь немножечко про кризисные явления. Вот тут данные от ВТБ есть о том, что в России все-таки снижается потребительская активность. Мы часто говорим о том, что кризис оказался не таким жестким. Я еще чуть-чуть позже тоже к этой теме вернусь. Но, тем не менее, по данным ВТБ, россияне потратили в декабре-январе на 16 и 12% меньше, по сравнению с теми же месяцами 2021 года. Ну и, собственно, мы видим, что самое сильное снижение показали расходы на товары не первой необходимости. То есть это электроника, при этом видео, товары для спорта и творчества, мебель и другие. Ну и, собственно, мы видим, что также очень интересно и немножечко грустна статистика, которая нам показывает, что 40% людей стали покупать более дешевые продукты или отказываться от привычных услуг и развлечений. То есть все-таки в режим экономии люди перешли. Я не уверена, что это связано там только с падением доходов. Скорее всего, тут речь идет в целом о том, что люди переключились в режим сбережений, стали откладывать на черный день, потому что черный день стал казаться как-то несколько ближе. Но, тем не менее, статистика, конечно, расстраивает. Тем временем, немножко про авторынок. У нас тут в Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал еще и на иномарки. Дело в том, что вообще в Госдуму поступило предложение о том, чтобы за счет вот этих выплат за рождение ребенка можно было покупать автомобили. Но изначально этот проект касался только российского автопрома. Ну, понятно, да, все отечественное как бы необходимо поддерживать. Но вот тут предлагают в том числе и иномарки тоже покупать. Ну, с учетом того, что у нас в России становится все больше дружественных иномарок, китайских в том числе, то, ну, видимо, в этом ничего страшного не видят. А еще, кстати, вот тоже про машины. Lada Vesta закончилась в российских дилерских центрах. И поставки моделей будут только в марте и апреле. Тяжеловато приходится российскому рынку, потому что очевидно, что люди выбирают более дешевые модели. Ну, а предложение немножечко здесь запаздывает. Теперь новость для тех, кто, знаете, хочет как-то порадоваться тому, что у других плохо. Айтишники в России стали меньше зарабатывать. Да-да, вы не ослышались, но вот есть такая статистика. Несмотря на там гигантский отток айти-специалистов, да, который там не обсуждал только ленивый, даже ЦБ говорил, что в айти может намечаться дефицит квалифицированных кадров. Но, тем не менее, факт остается фактом. Там оценки разные, но тенденция намечается. И с чем это может быть связано? Аналитики говорят, что это может быть связано с тем, что на рынок приходит довольно много начинающих специалистов. Ну и вот мы видим, что там довольно активно сейчас развивается обучение айтишников, в том числе через разнообразные онлайн-платформы. Это не всегда супер качественные кадры на выходе, но, тем не менее, это кадры, которых можно брать на работу, доучивать и так далее. Ну и, скорее всего, и зарплата у них, соответственно, будет пониже, чем у квалифицированных спецов, которые, допустим, уехали. Ну, я бы объяснила, наверное, это так. Перейдем поближе к финансам. У нас тут появляются все новые и новые инструменты для накоплений и сбережений. Вот Сбербанк, например, запустил покупку и продажу наличных дирхамов. Это валюта Объединенных Арабских Эмиратов. Я напомню, что дирхам нередко называют квазидолларом, потому что курс его к доллару привязан. Один доллар – это там 3,7 примерно дирхама. На данный момент пока Сбербанк тестирует продажу этого инструмента. Там только в пяти московских отделениях можно дирхамы купить. Ну и, собственно, пытаются понять, насколько эта услуга будет востребована. Напишите в комментариях, купили бы вы дирхамы и положили бы вы дирхамы в тумбочку взамен недружественных американских долларов. Ну, я скажу за себя, я бы все-таки выбрала старый, добрый, консервативный и недружественный доллар. Тем временем российские банки поднимают ставки по вкладам в юанях. Об этом пишет Коммерсан. Альфа-банк 2,6, Сбердак вообще почти 3% предлагает. Ну и когда вот в марте только-только стали открывать вклады в юанях, там была ставка на уровне 8%, сейчас средняя ставка меньше 1%. Вот такая вот динамика. Но потихонечку мы видим, что ставки подрастают. Тоже имейте это в виду, если думаете о том, чтобы открывать вклады в юанях для того, чтобы была какая-то альтернатива. Ну, а в целом российская экономика и российская финансовая система, похоже, ожидает новых санкций. Об этом напрямую говорят европейские политики. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хочет подготовить новые санкции против России к 24 февраля. Вы все понимаете, что это за годовщина. Ну и мы пока не знаем всех деталей, но вот из того, что я читала, хотят запретить работу Лукойла и Росатому на рынке Европы. Про Лукойл мы говорили в одном из наших прошлых выпусков, про видео о том, что ждать в феврале. Там обсуждали странную ситуацию, которая произошла с компанией. Ну и предлагаю также отказаться от импорта российского урана. Но я хочу еще раз напомнить, что западные страны уже давно говорят, что в целом мощности для введения новых санкций постепенно подходят к концу. Каждый новый пакет уже не такой болезненный, с одной стороны. Но, с другой стороны, фокус 2023 года на том, чтобы следить за тем, чтобы полностью исполнялись все предыдущие пакеты и ужесточать контроль за этим. Но, несмотря ни на что, Нью-Йорк Таймс, казалось бы, уж насколько более недружественную газету сложно себе представить. Но там признают, что российская экономика переживает санкции легче, чем ожидалось. И санкционное давление на Россию нужного эффекта не принесло. Например, импорт в страну почти восстановился до уровня января 2022 года. Уровни, которые предшествовали всему тому, что мы пережили за этот год. Ну и сотрудничество с Россией прекратило меньше 9% всех стран Евросоюза и Большой Семерки. В этом контексте тоже интересна статистика про ноутбуки в России. Потому что мы с вами все помним момент, когда люди боялись дефицита, люди бежали закупаться впрок. В какой-то момент дефицит наступил, цены взлетали. Но сейчас, как говорят свежие данные, цены на ноутбуки в России упали на 30%. Это происходит благодаря двум факторам. Первое, выстраивается параллельный импорт. И второе, происходит довольно активная экспансия тех самых китайских производителей. Ну вот, собственно, мы говорили про китайские машины. И китайские ноутбуки также становятся все популярнее. И в какой-то момент предложение превысило спрос. Рынок оказался затоваренным, как это называют экономисты. Ну и вот, собственно, мы видим, что с 15% до 30% за несколько месяцев подешевели многие модели из Китая и Тайваня. Еще одна новость, которая вызвала сегодня довольно большие дискуссии. И тут, собственно, портал госуслуги предупредил, что прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем со 2 февраля приостанавливается. Речь идет о вот этих 10-летних загранпаспортах с биометрией. Ну и вот мы видим, что как минимум до марта 2023 года такие паспорта выдаваться не будут. Это, кстати, не в первый раз происходит. Многие люди забеспокоились, ну и как-то вот там, может быть, кто-то планировал поехать за границу. Как же так, как же так? Ну, во-первых, выдаются пятилетние паспорта, так или иначе. А во-вторых, такая приостановка по выдаче паспортов нового поколения уже случалась этой весной. Я прям дату выписала. С 26 августа по 20 сентября. Это очень интересно, да, потому что 21 сентября снова начали их выдавать. Ну и с чем это связано? Это связано, я все-таки склоняюсь к тому, что скорее с техническими аспектами. Вот по официальной версии идет донастройка процессов на заводе Micron. АО Micron это не тот самый американский Micron. Это Micron российский, который производит чипы и для производства паспортов, и в том числе для карточек тройка, и для многого всего другого. И у Micron в последнее время действительно случаются перебои с чипами. Это связано с усложнившейся логистикой. Я так понимаю, что там многие вещи, которые необходимы для производства чипов, в России не производятся. А с импортом вот есть какие-то проблемы. Перебои, поэтому вплоть до марта 2023 года получить паспорта на 10 лет будет невозможно. Ну и в целом я хочу отметить, что, конечно, спрос на заграны вырос очень сильно. Ну и вот я тут статистику специально подобрала. СМИ пишут, что с января по октябрь 2022 года россиянам было выдано 4,3 миллиона загранпаспортов. И это на треть больше аналогичного периода года 2021. Ну то есть спрос на загранпаспорта вырос. И не только и не столько, потому что люди уезжали, сколько просто в условиях неопределенности многие хотели сделать загранпаспорт, чтобы он на всякий случай был и лежал в тумбочке, да, где-то рядом с подушкой безопасности в кэше. И тут я вспомнила, что для тех, кто в целом планирует для себя, допустим, пожить какое-то время в другой стране или допускает, что такая необходимость может возникнуть, проводили мои коллеги из проекта «Без границ» вебинар о том, какие документы нужны для того, чтобы в другой стране жить, переехать. Очень полезный практический вебинар, там прям полный чек-лист всех документов, как их получить, для того, чтобы избежать проблем, ошибок, бумажной волокиты, сделать все максимально быстро и как бы оптимизировать процессы. Так что очень рекомендую, если у вас такой запрос есть, ссылочку оставляю в описании, там со всеми деталями можно ознакомиться. Ни в коем случае, конечно же, ни к чему не призываю, но думаю, что информация в текущих условиях многим может пригодиться. Но мы с вами пойдем дальше и поговорим немножечко про Федеральную резервную систему, потому что, в общем-то, эта неделя стала неделей центральных банков и мы видим, что, в общем-то, вся великолепная троица ставки повысила. Значит, ФРС по итогам заседания 1 февраля, это было в среду, повысила ставку на 25 базисных пунктов и теперь она находится в диапазоне 4,5-4,75%. Это было, в общем-то, рынком вполне ожидаемое решение, больше того, заложенное в цену. Ну и после заседания регулятор заявил, что инфляция подослабла, но остается повышенной. ФРС уточнила, что продолжит повышать ставки, по всей видимости. У регулятора, цитата, много работы и он твердо намерен достичь таргета по инфляции в 2%, но до него пока еще далековато. Ну и Паула отметил, что история, цитата, предостерегает от преждевременного смягчения ДКП. То есть, в целом, кажется, что Жером Паулов сделал все для того, чтобы как-то рынки немножечко расстроить. Пытался делать такие истребиные заявления, но не получилось, потому что рынки, наоборот, выросли. После ФРС индекс S&P 500 прям так резвенько скакнул наверх. А все почему? Потому что рынки просто перестали. Федеральной резервной системе, кажется, верить и уже довольно активно начинают закладывать снижение ставки в конце 2023 года. Произойдет это или нет? Вопрос очень открытый, на мой взгляд. Но вот там относительно позитивная статистика, которую рынки видели в последние месяцы, там снижение инфляции и так далее, заставляет рынки все-таки верить в то, что Федрезерв не будет совершать такую жесткую посадку экономики, то есть повышать ставку и держать ее высокой слишком долго и, соответственно, принудительно погружать американскую экономику в жесткую рецессию. Пока самый распространенный сценарий – это сценарий около нулевого роста в американской экономике, либо рецессии мягкой. И вот рынок пока вот эту историю в котировки и закладывает. Так что S&P 500 демонстрирует, ну, такие вот осторожные попытки развернуться, но, конечно, говорить о развороте пока очень и очень преждевременно. Но мы действительно не можем исключать, что свое дно, там, рынок прошел, либо пройдет в ближайшее время. Поэтому в целом для тех, кто хочет свой портфель американскими акциями диверсифицировать, я считаю, что наступает неплохой момент, чтобы, там, разбить какую-то сумму, допустим, на 4 части и с перерывом в несколько, там, недель слэш месяцев, да, покупать, там, на равную сумму, там, индекс S&P 500 или какие-то отдельные акции не разом, потому что риски дальнейшей просадки есть, их никто не отменял. Но, тем не менее, мы видим, что где-то в конце туннеля начинает брезжить свет, и рынок этот цену уже тоже потихонечку накладывает, закладывает. А рынок, но он все-таки обладает определенной интуицией и зачастую угадывает, да, потому что мы знаем, что, там, как правило, в конце тяжелых экономических периодов показатели макроэкономические могут еще оставаться плохими, а рынок уже разворачивается. Такое часто бывает, но пока разворот наверх не подтвержден, это пока только домыслы, так что внимательно наблюдаем. Ну, еще раз напомню, как мантру, что покупать иностранные акции в рамках российской инфраструктуры все еще небезопасно. Для этого лучше использовать зарубежных брокеров, а через российских покупать активы, которые прописаны в России. Тем временем, Европейский Центральный Банк ставку тоже повысил на 0,5% до 3%, это тоже все в рамках прогноза. Там тоже таргет по инфляции совпадает с американским, это 2%, ну и ЕЦБ будет продолжать постепенное повышение ставки. На следующем заседании ждут повышения на 0,5%. И Банк Англии тоже присоединился к коллегам и на 0,5% ставку повысил, там ставка уже 4%. Кстати, Великобритания это единственная страна из большой семерки, который на данный момент пророчит рецессию в 2023 году. Это, по-моему, опрос экономистов, который проводил Bloomberg, если я не ошибаюсь. Тем временем, немножечко про запрещенную и экстремистскую кампанию тоже не могу не сказать. Коли уж я американский рынок затронула, я говорю про компанию Мета, признанная экстремистка, еще раз повторюсь, запрещена на территории Российской Федерации. Но вот эта вот самая запрещенная кампания выпустила весьма позитивный отчет за четвертый квартал, впервые за долгое время. Да, выручка упала, конечно, на 1,5 млрд долларов, но ожидание аналитиков превзошла. А Марк Цукерберг сказал, что 2023 год это год эффективности. Компания объявила о байбеке на 40 млрд долларов и снижает расходы, планирует их сократить до диапазона в районе 90 млрд долларов. И на всех этих новостях акции компании подскочили ни много ни мало на 20%. Ну, слушайте, тут даже наш третий эшелон отдыхает. И мы видим, что действительно рынок в плане акций бигтехов настолько был запуган в последнее время, что даже, ну, тут нет прямо какого-то суперпозитива в отчете мета запрещенной, но там даже неплохой отчет уже вызвал такой огромный буст. Это, кстати, тоже довольно интересный сигнал рыночных настроений, потому что, когда ожидания в целом по рынку плохие, да, акции могут падать даже на хороших отчетах. И мы это часто наблюдали. А здесь мы видим, что там даже на отчете неплохом такой взлет. Это тоже интересный и достаточный индикатор рыночных настроений. Обратите на это внимание. Так, ну и напоследок немножечко про современные технологии. Оставила на десерт. Все говорят о технологии чат-GPT. И вот помимо скандала, который разразился в России с дипломом, который был написан при помощи этой программы, и там студентов всячески уже карают и как бы позорят, как это называется, порицают. Вот, подобрала слово. Ну, а тем временем у нас тут появилось уже даже первое резюме от чата-GPT. Виртуальный сотрудник, который ищет работу редактором и создал свое резюме, биографию и примеры работы. Как бы все было придумано абсолютно с нуля. В общем, чат-GPT абсолютно хайпует. Не знаю, пользовались ли вы уже там всякими ботами, которые позволяют потестить программку. У нас в компании уже вся команда, мне кажется, все перепробовала, немножко все поразвлекались. Ну, и хайп этот не проходит бесследно, потому что российская, ну, почти российская компания Яндекс заявила, что создаст аналог чат-GPT, который встроит в свои сервисы, в том числе и в поиск. Также Алису это сделает умнее, ну, а поиск может сам генерировать ответы на запросы. Это, кстати, очень интересная статистика, которая может в целом даже помешать, там, допустим, SEO-оптимизаторам, которые делают статьи специально под поисковые запросы, потому что теперь это будет делать Яндекс. Ну, и, собственно, в почту тоже собираются встроить вот эту вот нейросеть аналог чата-GPT, которая поможет составить развернутое письмо или создать выжимку полученных сообщений. Ну, звучит очень удобно, посмотрим, реализуют ли и как это все будет работать. Ну, что ж, друзья, на этом на сегодня у меня все, буду заканчивать. Надеюсь, что дайджест новостей вам понравился. Еще раз напоминаю про наш рубеж в 10 тысяч лайков, который нужен для достижения вот той отметки, после которой я пойму для себя, что ежедневные новости возвращаются. Больше можно, меньше нельзя, так что подключайтесь, пожалуйста. Ну, и, конечно, подписывайтесь на InvestFuture, если вы еще не подписаны, и жмите на колокольчик. Кстати, говорят, что колокольчики не очень работают в последнее время и рекомендуют, знаете, что сделать? Снять колокольчик и поставить обратно. Если вы можете это сделать, тоже можно попробовать, протестируем, как работает этот алгоритм. Мы продолжаем работать для вас, делать интересный, актуальный, развлекательно-познавательный контент. Надеюсь, что у нас получается. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok